Снежки Павлик, прости, но я не хотела, больно? Нет, все в порядке, все хорошо Ладно, ребята, хватит снежки, давайте сделаем то, зачем пришли? Все письма написали! Да! А что за письма? Про что вы пишете? А кому вы вообще пишете? Эта малышня верит в чудо, это только в сказках бывает ваше чудо А мне мама говорила, что в рождественскую ночь всегда происходит чудо Я тоже верю в чудо Ой, и ты туда же И я верю! И я про это написал патриарху! Вы что, все написали письма патриарху? Зачем? Вы верите, что он их получит и прочитает? Что исполнятся ваши самые-самые желания? Так ты сама напиши и поверишь? Поверишь, что подарки приносит Дед Мороз? И что в современном мире происходят чудеса? Ну, конечно! А что можно написать патриарху? Да что угодно! Побежали письма отправлять! Дань, я тебе новую песню скину ВКонтакте! Ага! Ника, можно напишу письмо патриарху? Кажется, у меня есть мечта! Нет времени на ерунду! Домой пора! Папа! Папа! Папа, ну вы где? Ну, мы Рождество будем праздновать! Ну, сколько можно ходить по магазинам? Ну, конечно, конечно, за братом пригляжу! А твои подруги тоже к празднику готовятся? Да! Будете поздравлять друг друга? И подарки дарить? Да, да! А что бы ты хотела получить в подарок на Рождество? Не скажу! Какие самые популярные подарки на Рождество? А я знаю, что... Ой-ой, много ты знаешь! А ну отдай! Папа сказал, что ты со мной поиграешь, а ты в телефоне сидишь, оторваться не можешь! Так возьми игрушки и играй! А мне надо маме сообщение написать, что я хочу на Рождество! Не хочешь письмо писать? Не хочу! Ну, ребята все написали и в ящик опустили, которые на площади! И ты тоже в это поверил? Думаешь, у патриарха в Риме есть ваши письма читать? Да они даже не дойдут до него! А вдруг? Вдруг произойдет чудо! Нет никаких чудес! Сто раз тебе говорил, отдай телефон! Письмо! Вот упрямый! Да это все сказки для мелких! Хорошо, хорошо! Я помогу написать, а ты оставишь меня в покое! Уважаемый патриарх! Так? Да! Поздравляю вас с Рождеством! И Новым Годом! Хорошо! Так какого же чуда ты хочешь? Хочу на елку к патриарху! Ха-ха! Пишет вам Павлик Смирнов! Я хочу к вам на елку! Написала? Написала? Да написала, написала! Все, доволен? Как же я тебя люблю! Да ты мне все сообщения удалил! Ну прости, а теперь надо его отправить! Нет, так мы не договаривались! Ты должна помочь мне отправить письмо патриарху! Адрес-то я откуда знаю? Ладно, сейчас загуглю и все узнаем! Адрес патриарха! А теперь надо его отнести и бросить в ящик! Ты издеваешься? Я еще и отнести должна! Ты забыл, что папа не разрешил на улицу вечером! Ты... Мы вместе пойдем! Быстро! Туда и обратно! Нет! Это твое желание! Сам и неси! Я не смогу один! Хотя... Почему не смогу? Смогу! Нико! Сестренка! Помоги мне! Помоги, сестренка! Павлик! 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 Где ты? Вот ведь Что я наделала, кто бы так смог Брата прогнать за родимый порог Выгнать наружу В холод и стужу Душу живую, родимую Душу, душу живую, родимую Душу брата зову А в ответ лишь одна тишина Леса дремучего снежного Брат мой, прости меня грешную Брат мой, прости меня грешную Теперь еще и письма разлетелись Ну как же так? Это все из-за меня Это я виновата Только бы ты нашелся Только бы нашелся Господи Только бы он нашелся Здравствуй, девочка О чем плачешь? Брата потеряла Как так потеряла? А он хотел письмо отправить Патриарху И ушел из дома А тут метель Что, сам ушел? В такую непогоду? И так поздно? Да это я не доглядела Да, совсем худо Что же мне делать? Где искать? Так холодно А он еще маленький На почту пошел Патриарху письмо отправлять Небось, чудо ждал Конечно Надеялся, что прочитает Чудо ждал Скажи, а ты знаешь, какая сегодня ночь? Рождество Вот, Рождество А кто родился, знаешь? Папа говорил Много лет тому назад В эту самую ночь Произошло чудо рождения Ребенка Христа Я не верю в чудеса Это смешно, когда дети верят В Дедов Морозов В исполнение желаний И прочую ерунду для малышей Это необычная ночь В рождественскую ночь Всякое чудо произойти может И если будешь верить Обязательно ты ищешь Своего братишку А как это? А вот послушай Я расскажу тебе О настоящем чуде Случилось это в Вифлееле На поле пастухи У стада своего В ночную содержали стражу Что это? Смотри, смотри Свет ангельский Не бойтесь, люди Божии Спешите С граб древний Вифлеем Младенца светлого Вы там найдете Он в стеленах лежит В вертепе Спаситель с неба Спаситель с неба Он лежит в яслях Христос Пришедший в мир Слава За ней пошли Звезда Звезда Звела их Шли долго Не потерять ее из виду Преодолеть преграды Потерпеть все непогоды Людей коварства Они смогли Они смогли Над жилищем скромный Звезда сияя Остановилась Здесь Был младенец Здесь царь Спаситель Всех дней Прекрасней Этот день И вошедшие в дом Увидели младенца с Марией Матерью его И падшие поклонились ему И открыв сокровища свои Принесли ему дары Золото Ладан И с миром Так вот какое чудо Произошло в эту ночь Родился Господь Сын Божий Его очень любили дети И простые добрые люди Я не знаю, дедушка, что ты сделал Но что ты сейчас не пойму Как будто свет в душе какой-то, что ли Береги Береги этот свет Он от Господа нашего Иисуса Христа Люби ближнего своего Кто так живет Того Господь слышит А он услышит А он услышит Если я попрошу прощения За свои плохие поступки Ну, конечно А если я попрошу, чтобы произошло чудо И Павлик нашелся Молитва любящего сердца Творит чудеса Стоит только попросить Об этом Господа Но, дедушка, я совсем никаких молитв не знаю Молиться можно и своими словами Главное, чтобы они шли от сердца И были наполнены любовью Кошенька Кошенька Услышь меня, пожалуйста Пусть мой младший брат найдется Ведь сегодня тот день Когда ты родился И это настоящее чудо Пусть произойдет еще одно чудо И Павлик вернется домой Субтитры создавал DimaTorzok Павлик 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 Павлик, ты дома, какое чудо, боже мой Дома? А ты где была? Я уже начал волноваться Потом расскажу Прости, пожалуйста, братик Что отправил тебя одного Что пустил тебя одного Прости, пожалуйста, братик Как же я тебя люблю Ты у меня самая-самая Павлик, я тут еще поняла Что самое главное Уделять внимание людям А не гаджетом И еще я тебе кое-что хочу сказать Что если патриарх в этом году не получит твое письмо То в следующем году мы вместе напишем И адрес узнаем И я сама лично отправлю И еще я теперь точно знаю Что стоит помолиться Горячо-горячо попросить Иисуса Христа И тогда Он обязательно услышит А ты меня научишь? Ах ты, мой родной Вместе будем учиться Всю жизнь учиться будем Спасибо, Бог, за лунный свет За дивный мир других планет За каждый мир, который проживу я За радость, грудь, за свет и те За самые лучшие в жизни те За каждый новый вздох мой Аллилуйя 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 Спасибо, Бог, что ты со мной За каждый новый день земной За все, что в этом мире так люблю я За шум листы, за дождь и снег Минут неумолимый бег За свет в моем окошке Аллилуйя 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 Прости, что эти люди злы Что в мире с урока им плыть Живу всем вопреки, с тобой воюю я Позволь забыть, простить, любить И жить добром, и просто быть Во благо этой жизни Аллилуйя, Аллилуйя Спасибо Бог за лудный свет За дивный мир других планет За каждый мир, который проживу я За радость, грудь, за свет и тень За самый лучший в жизни день За каждый новый стоп мой Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя Его святейшество, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл Дорогие дети, дорогие папы, мамы Дедушки, бабушки Все те, кто сегодня здесь В этом главном зале страны Празднует Рождество Христово И празднуем мы сегодня его замечательно Вот эта история, которую нам рассказали дети Она не может даже, может быть, самого такого черствого человека Оставить безучастным и безразличным Потому что не только замечательно дети Представляли эту историю Но и передавали смысл того, что произошло тогда В Вифлееме, когда родился Господь Ведь пришел Царь мира Бог явился в человеческом образе Всемогущий Господь, Который может все Он мир создал, Он всех нас создал Но Он пришел в этот мир для того, чтобы мы были счастливы И пришел не в громе, не в молнии, не в сиянии, не в славе А вот там, в этой далекой Вифлеемской пещере И кто рядом с ним? Овечки, животные Замечательные существа Которые не делают никакого зла Ни друг другу, ни людям И Мать Дева Мария, склонившаяся над своим чадом И Обручник Иосиф И больше никого Вот так смиренно, тихо В мир пришел Бог И Он пришел для того, чтобы мы действительно были счастливы И в этой истории Рождества очень много важных смыслов И часть этих смыслов была раскрыта Были раскрыты в том представлении, которое мы видим Господь пришел для того, чтобы дать нам самое большое сокровище Ни золото, ни серебро Он не богатство, ни славу Он пришел для того, чтобы мир стал добрым Вот таков его замысел Такова его цель И каждый человек, который становится добрее от соприкосновения с Господом От соприкосновения с этой замечательной рождественской историей Одновременно становится лучше А что означает лучше? Лучше и лучше и лучше Это означает развитие человеческой личности И если человек именно так развивается, восходя от силы к силе Становясь более добрым, более отзывчивым, более чутким, более любящим других То он реально развивается И это развитие приводит его к Богу К миру, к радости, к счастью Вот я и хотел всем вам, мои дорогие В первую очередь, дети Пожелать возрастать в вере В добрых делах Стремиться становиться лучше Чтобы больше света было в ваших сердцах И вокруг вас Хотел бы, конечно, пожелать всем вам помощи Божией В вашем учении Который является главным трудом вашей жизни И чтобы Господь благословил ваше будущее А также и пап, и мам, и бабушек, и дедушек Которые бы радовались своими детьми и внуками И тоже становились лучше Разделяя вместе с чадами своими Любовь, принесенную Господом Всех вас сердечно поздравляю С праздником Рождества Христова Ваше сердечество, разрешите вас поздравить Рождеством Христовым И обручить вам подарок Полярную сову, которую привезли вам дети из Орска И мы благодарим вас от лица всех детей За то, что помогаете поверить в чудо Рождества Спасибо большое А я хотел бы поблагодарить тебя и всех детей За прекрасное представление Вы просто действовали на сцене, как профессиональные актеры Но даже лучше, чем профессиональные Потому что вы очень искренне представляли все то Что вы должны были показать зрительному залу Спасибо большое И благословение Божие пусть пребывает со всеми вами С вашими родными, близкими Чтобы Господь силой своей благодати Каждого из нас укреплял на жизненном пути С праздником Рождества Христова Продолжение следует...